ну ведь живой это в вашей терминологии это я так понимаю маргинал на этот человек который вот что такое живой политик это политик который делает те вещи которые в принципе политики во всем мире не делают если они рассчитывают на руководящие какие-то посты во фракциях или в государстве нет я неправильно понимаю я согласен с вами с тем что я не занимаю руководящего поста во фракции я самый рядовой самый обычный депутат государственной думы но маргинал маргиналы безусловно это популисты маргиналы это те которые ради сиюминутного хайпа и дешевой популярности готовы предлагать самые дикие самые утопические идеи утопичные идеи только бы снискать сиюминутную славу но это одновременно люди которые являются лжецами политик популист это политик лжец потому что это безнравственно и бесчестно обещать людям то что ты знаешь что это нереализуемо то есть лгать людям которые тебе верят знаешь ты лжешь и продолжать это делать с умным видом поэтому маргинал это все-таки очень другое да маргинал это такое призрительное отношение ко всем может быть политикам которые не вписываются какую-то солидную на занудную парадигму ну хорошо а сами вы себя назвали политическим хипстером ну живой человек конечно да но когда об этом говорили о хипстерах сейчас уже о них всех забыли они все уже объели своих фалафелей уже уехали на своих самокатик а вот но я хотел подчеркнуть что человек должен жить жизнью общества и наверно тогда тебе легче спроецировать то что несет хорошие благие цены цели на бумаге на жизнь реальных людей приветствую вас друзья и недруги милонов вот милонов по мне самого старта работал в нишу жириновского то есть вот эта ставка на эпатаж желание оставаться в медиа пространстве и умение желание то наверное почти у всех есть депутатов а вот умеют немногие но но насчет харизмы я не знаю просто чем она измеряется поэтому по этому параметру не берусь сравнивать двух политиков однако по человечески конечно просто бесспорно мне милонов симпатичный жириновский был абсолютно рафинированный такой мизантрог но он не только людей не любят животных просто ненавидел я помню меня у меня первой телевизионной встречи с ним было в прямом эфире программа правда 24 на канале москва 24 мы там пристраивали приютских животных то есть у меня всегда на руках или на коленях или рядом на диванчике сидел кошка и он просто начал вопли по поводу того что уберите животное кстати хотел законодательно запретить держать домашних животных что они разносчики болезней всякой гадости а у милоновы я вообще попросил своих продюсеров организовать интервью с ним первое когда увидел его фейсбуке кота густава густава кстати это позывной милонова на донбассе в донецкой народной республике как выяснилось во время нашей беседы вот но у него детюшек приемных много я вообще ценю нет показатель вот поэтому нет я политикам не доверяю вообще в принципе никому но повторюсь по человеческим параметрам милонов мне кажется покруче покойного владимира вольфовича хотя конечно же жириновский очень яркий был политик и я не отказываюсь от своих слов мне его не хватает как профессионалу как интерьеру потому что жириновский это всегда был беспроигрышный вариант в плане беседы с ним каждое интервью это какой-то огонь как у них есть москульт который потребляет весь мир это никуда вы же выросли на сами говорили на песни группы кино это это рок-музыка в ваш коллега по думе вообще говорит что песни цоя в цру писали специально обученные люди ну неплохо написали тогда могу сказать но это для нас гимн был поймите мы чуваки которые мы же потребляем продукты созданные там рок-музыку лучшее кино это все-таки давайте называть вещи своими именами у нас делаются вещи достойные но весь мир в том числе и мы делаем голливуде да смотрим то что в голливуде производится не бегают за государственной сисечкой понимаете дайте нам денежат отсыпьте то что они пытаются работать да да потому что там там банки знаете это у нас до сих пор там отношения странные а там дом отнимут квартиру отнимут все отнимут на улицу выгодно у нас разве не отнимают да у нас есть коллекторы потому что коллекторы это часть гомосексуалистов вот это вот коллекторы и гомосексуалисты это новый вид сексуальных возвращенцев это коллектор я считаю что их нужно отнять паспорта лишить всех прав не принимать ни на какую работу те кто работал коллектором это не люди это подонки это твариноты хорошо но я не должен регулировать мы так ушли вообще тема разговора но коллекторы гнойные твариноты совершенно понятно каждый каждый коллектор должен знать что он проклят у него на языке вырастет большая большая опухоль потому что он своим поганым языком доводит до смерти кучу людей коллектор это это хуже это вот знаете вот помой какашки из выгребать вы гораздо более достойная профессия вот и это у вас нужная профессия конечно коллектор ненужная любой коллектор знаете вот вы лучше повесьтесь сразу все коллекторы потому что вам счастья не будет никакого до седьмого рода все коллекторы прокляты сразу до хочу вас поставить на место и и или меня ну в целом почему не приглашали меня на канал первый раз ты ласим боимся на боевую твоим боимся приглашать боимся потому что нового московский вот у вас на напиток хорошо что у вас там что-то вот не апельсиновый сок лет я живу в москве да и вот вы меня первый раз второе кошку зачем вы ее держите на руках такой формат мы мы делаем мы ждут мы журналисты люди злые хоть что-то добрый мы должны зеленый корове хотите позаботиться очень терапевтичные животные надо очень помогать животное носитель огромного количества вирусных заболеваний смехов профессионально говорю поскольку жена моя всю жизнь занимается вирусами и это знаю имени ивановского второе третье уже при входе курят у вас мы запретили курение во всех общественных местах в офисах ведь при входе у нас в офисе не курят но они у не должны курить это учреждение мы журналисты мы сейчас не курить а потом вы скажете еще и не пить да и не пить и животных не держать руками как зоопарки места как хорошо что вас президентом то не выбрали чтобы у нас было бы порядок была бы счастливая страна пять раз избирает других а потом стонете дорого нету бандиты мигранты плохо я предлагал вам 5 раз предлагал свою кандидатуру свою программу отвергли сами себе хуже сделаны и поди теперь я понимаю что правильно сделали что отвергли не потому что не пить не курить потом не есть не еще вот скисок не заводить эти животные и раз дома собака у вас да здесь кошка дома собака до окошка у кого-нибудь пристроим и зрители категорически скажем жириновским общалась жириновский сказал что нельзя на руки не брать в одной программе совсем уже с ума сошли так показывает реклама леденец значит ребенок сует собаки в рот а потом себе с ума сошли вы что показываете дети подумают что так надо делать так иммунитет какой иммунитет политический иммунитет ясно что милингит вам прошелся по всей стране вот сейчас тиф на дальнем востоке начнется поэтому нужно конечно соблюдать меры гигиены кошку выгоньте и вообще нет пусть докажется пусть на ваша вы любите ради бога свобода она не наша но будет будет чая нибудь вы имеете право держать кошку так я имею право требовать вас контролировать ваше здоровье если у вас возникнет вирусное заболевание перешедшие от этой кошки я имею право требовать вам по бюллетению не оплачивать вы сами себя заразили почему за мой счет вас будут лечить не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24